С детства нас учили вести себя вежливо, не перечить старшим и уважать их мнение и поведение. Однако иногда бестактность людей и родных в частности поражает. Люди, задающие бестактные вопросы, часто даже не замечают, что ставят других в неловкое положение, считают нужным войти на территорию или в личное пространство своих детей, друзей без спросу и не чувствовать скованности при этом. У каждого из нас есть личная территория. Это расстояние, на которое мы подпускаем только самых близких людей. Когда границы пытаются нарушить кто-то чужой, мы чувствуем дискомфорт. Размеры личной территории могут лично варьироваться у разных людей и в разных ситуациях. У родителей и детей своя личностная зона, у мужа и жены своя, у тещи и зятя тоже своя. Независимо от того, насколько широка или узка личная зона, у конкретного человека всегда действует следующее правило. Если кто-то согласен уменьшить это расстояние, пустить свою личную зону, он готов к сближению. Соответственно, отказ от сближения выглядит, как человек делает шаг назад, садится как можно дальше, отодвигает стул, возводит барьеры из книг или бумаг. Мы, независимо от нашего сознания, как бы очерчиваем вокруг себя нестязаемую границу при общении, границу зоны для личного пространства и не только с противоположным полом. Мы не позволяем посторонним, чужим людям пересекать ее без нашего разрешения. С детства...